Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник, студии Александр Семенов. В Самарской области началась эпидемия гриппа. Порог заболеваемости превышен почти на четверть. Зарегистрировано более 13 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Кроме того, в 63 регионе могут ввести режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало руководителям учебных заведений Самарской области перейти на дистанционное обучение. Речь идет о школах, где количество заразившихся превысило 20%. Также стоит напомнить, что главный санитарный врач области подписал постановление о запрете массовых мероприятий и ограничении посещения учреждений, таких как больницы, интернаты и дома ребенка. В Самаре хотят по-новому считать размер социальных выплат. Областные депутаты рассмотрят законопроект, который внес на рассмотрение губернатор Дмитрий Азаров. Предполагается установить новый порядок расчета сумм соцвыплат. Исходить нужно будет из величины прожиточного минимума. В расчет будет браться не предыдущий период, а второй квартал года. Исходя из анализа устанавливаемых с 2014 года величин прожиточного минимума, сумма за второй квартал является, как правило, самой высокой по отношению к другим периодам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Жизнь, отравленная запахом фекалий, проблемы с канализацией, доставляют много неприятностей жителям домов номер 12 и 14 по улице Куйбышева. Колодец, через который малоприятное содержимое отводится из домов, уже много лет периодически забивается. Последний раз это произошло, как говорят жильцы, 1 марта. И до сих пор засор не устранен. Из-за этого отвратительный запах стоит во дворе и в квартирах. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Жители домов 12 и 14 по улице Куйбышева показывают нашей съемочной группе источник их коммунальных проблем. В таком колодце уж точно звезды не отражаются. Он полон фекальных вод. Камера не может передать того отвратительного запаха, который стоит во дворе. Тем более зимние холода ушли, становится все теплее и все больше пахнет. И такое здесь, к сожалению, не редкость, рассказывает Татьяна Никулина. Напротив моей кухни находится канализационный колодец. И это уже лет 20 он постоянно засоряется. Но раньше вызывали, допустим, аварийку, прочищали. Проблем как бы таких сильных не было. Но с каждым годом все рушится, рушится. Трубы ничего не меняют. Потом двор копали, потому что был порыв. То есть где-то задели, по-видимому, или трубу канализационную. И теперь вот с октября месяца, то есть постоянно, буквально 2-3 месяца, я вызываю аварийку, передают СКС. СКС вообще никаких мер, вообще не принимает. Сейчас опять с 1 марта полный колодец. Вызываем и аварийку. Все-все в курсе. В квартире у меня стоит вонизм, потому что по патерне идет фекалий в квартиру. У нас находится под моей квартирой под полами патерны. Тепловое отопление. Просто прям под полами. В квартире на кухне, то есть практически невозможно подойти. До сих пор. Вчера как бы приходили, но колодец полный, ничего не вычистили. Колодец требует срочного ремонта. У него, кстати, лопнул и обруч, куда крышка вставляется, и асфальт просел. Вот поэтому, как говорится, в пятой квартире приходится хлебать. Конечно, в историческом центре города проблем с коммунальными сетями много. Они ветхие, изношенные. Но люди, живущие здесь, платят за коммунальные услуги. Причем так, как будто у них все в порядке, все работает. А вокруг пахнет не фекалиями, а розами. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самаре изменили график движения теплоходов до Рождествена. Так и за Рождествена теплоходы будут ходить в 6 утра, в 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 16.45 и 18.15. Из Самарии рейсы стартуют в 6.45, 8.15 с остановкой на Проране. 10.00, 14.00, 16.00 с Прорана, 17.30 и 19.00. Однако речники напоминают, что расписание может корректироваться в зависимости от погодных условий. Отмечу, пассажирская навигация в этом году стартовала раньше привычного срока, еще в конце февраля это связано с аномально теплой зимой. В областном парламенте подготовили поправки в закон о транспортном налоге. Итоговое голосование состоится уже 12 марта. Предполагается полностью от налога освободить владельцев машин на природном газе. Метане. Собственники бетопливных автомобилей могут работать и на газе, и на бензине. Смогут получить 50-процентную скидку. С помощью этих мер водители хотят заинтересовать переводом транспорта на альтернативное топливо, чтобы улучшить качество воздуха. Сейчас в Самарской области зарегистрировано более 2,5 тысяч автомобилей, работающих на голубом топливе. Примерно половина машин принадлежит горожанам. Остальные компаниям планируется, что до 2023 года в регионе зарегистрируют еще около 4 тысяч автомобилей на метане. Безработные самарцы могут досрочно уйти на пенсию. Теперь центры занятости населения будут сами направлять в Пенсионный фонд свои предложения о назначении жителям Самары и области досрочных пенсий. Напомню, подписано соглашение об информационном взаимодействии между региональным Минтруда и Самарским отделением Пенсионного фонда Российской Федерации. Согласно этому документу, предложение органов службы занятости о досрочном назначении пенсии и безработным гражданам на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, а также документы о стаже будут представляться центрами занятости населения в территориальные органы ПФР. В электронном виде сообщает пресс-служба областного правительства. В Самаре уволили руководителя депо за вылетевший на парковку трамвай. Объявлены выговоры всем мастерам депо, из которого выпустили неисправный трамвай, а также водителю, которая действовала не по инструкции. Она должна была оставаться в вагоне, удерживать его до прибытия техпомощи. Напомню, все произошло у одного из торговых центров. На пересечении улиц Новосадовой и 22-го партсъезда вагон завалился на парковку. Прижал несколько автомобилей. В трамвае пассажиров не было. Что стало и причиной случившегося, выясняют специалисты. Проверяется версия посторонним предметам на рельсах перед аварией. Трамваем управляла водитель с 16-летним стажем работы. Как раз по ее словам, на рельсах лежал какой-то предмет. Она вышла из вагона, чтобы посмотреть, что это такое. В этот момент трамвай самопроизвольно двинулся вперед. В этом месте пути идут под уклон. Пострадала только кондуктор, который находился внутри салона. Она выпрыгнула из вагона на полном ходу. У женщины был ушиб руки. Не уследил за дорогой. Странное ДТП произошло в Волжском районе. Водитель 1961 года рождения ехал на Ниве от Новосемейкина в Самару. При этом он превысил скорость и проявил недопустимую невнимательность. Потому и врезался в стоявший на обочине в попутном направлении автомобиль Сузуки. За рулем его была женщина 1959 года рождения. В результате ДТП пострадал сам водитель Нивы. Он получил телесные повреждения, но от гиспатализации отказался. Крылья советов начали подготовку к матчу с Тамбовом. После гостевой победы над Рубином наши футболисты получили один выходной день. Далее занятия. В вечерней тренировке участвовали игроки, не принимавшие участие в игре с казанцами и вышедшие на замену в этом поединке. Тренировка продолжалась около часа. Матч с Тамбовым. Крылья советов проведут в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. На этой арене самарцы встречались с нижегородской командой. В первом стыковом матче год назад одержали победу 3-1. Игра с Тамбовым пройдет 16 марта и начнется в 20.30 по самарскому времени. Игра первого круга прошла в Самаре и завершилась победой Крыльев 2-0. В борьбе за заветный трофей баскетбольная Самара завершила подготовку ко второму матчу финального противостояния Кубка России соперник Ревдинский темп. Первое противостояние завершилось поражением волжан с минимальной разницей 63-66. Самое время вернуть должок. Команды сыграют теперь в Самаре в четверг. Наши парни в преддверии ответственной дуэли настроены весьма оптимистично. Подопечный Игорь Играчеву буквально грезит Кубком России. Самарцы обещают приложить максимум усилий для победы. Весна продолжает бить температурные рекорды. В Самаре воздух прогрелся до плюс 10 градусов. Это почти вдвое больше значений, установленных 5 лет назад. Максимальная температура была зафиксирована в большой глушице. Там столбик термометра поднялся до плюс 13 градусов. В ближайшие дни в регионе ожидаются аналогичные погодные условия. Будет тепло для этого времени года и солнечно. Между тем в регионе объявлен желтый уровень опасности. Это связано с усилением ветра. Местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. Жителям региона рекомендуют ограничить выход из зданий при усилении ветра. В том случае, если порывы стихии застали граждан на улице, им рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Возителям также следует быть аккуратнее. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, сообщает ГУМЧС России по Самарской области. Кроме того, жители региона просят убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, а также обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. У меня же на этом все. Далее еще немного информации и прогноз погоды. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Самару вновь вернулась в волшебство королевского цирка Гии Ирадзе. Красота и пластика, акробатических трюков, феерия музыки, света и танца, великолепные костюмы, большое количество экзотических животных. Цирк Гии Ирадзе в нашем городе знают и любят. В этот раз артисты порадуют почтеннейшую публику новой программой. Около 20 номеров в нашем спектакле. Можно сказать, что это около 20 имени спектаклей каждый. В каждом номере своя задумка, своя какая-то история. И каждый артист, каждый и даже те же самые животные пытаются донести именно всю эту историю. Размах, декорации, почерк, обилие костюмов животных, артистов, всех красивых. То же самое. Но номера все совершенно новые. Для того, чтобы отвлечь людей от рутины, от каких-то забот, чтобы люди пришли и окнулись в сказку. Чтобы мы несли только добрую и позитивную энергетику. Вот как бы для этого мы и работаем. Премьера состоится в субботу, 14 марта в 17.00. Волшебство королевского цирка. Гии Ирадзе ждет вас. Редактор субтитров А.Семкин